К социальным продуктам относятся молоко и кефир жирности 2,5% в полиэтиленовом пакете, сметана весовая и фасованная 20% жирности, творог обезжиренный, масло растительное, яйцо столовое второй категории и хлеб из муки первого сорта. На все эти товары рекомендована наценка не выше 10%. Пенсионеров, защитить наших ветеранов, ну и всех других, это товары, которые входят в потребительскую корзину. Поэтому сейчас проходит мероприятие на постоянной основе, сейчас мы отображаем, смотрим, фиксируем, соблюдается наценка, не соблюдается. Если не соблюдается, ставится на вид. На центральном рынке в различных отделах ситуация везде подконтрольная. Из серии растительных масел сам предприниматель выбирает одно наименование товара, здесь, например, на масло «Анинское». Делается торговая наценка не выше 10%. Оно идет самое дешевое, уже дешевле нет масла. Нет, скажите, давайте так, наценка тут должна быть 10%. 10%, не больше. Закупочная цена? 54 рубля. 54 рубля, то есть это выдерживает? Да, это выдерживает. Ежедневный мониторинг – своего рода проверка. Торговцы стараются соблюдать рекомендуемую наценку. А в новых отделах молоко и кефир даже продают по ценам производителя. Это такой маркетинговый ход. Чтобы привлечь, чтобы реализовать, ну как, если для торговли, чтобы приходили к нам. То есть придут за молочком и… Купят творожок. Купят творожок или еще что-то, купят колбаску. Но не везде, где побывалась сегодня наша камера, все так гладко. В одном из магазинов вблизи универсама Ярославна ценников на молочную продукцию вообще нет. Их поиск занял много времени. В универсаме на улице Воровского про группу социально значимых товаров и вовсе забыли. Вернее, забыли о рекомендуемой наценке. По молоку, по кефиру замечаний нет. На две позиции, которые как бы есть превышение небольшое – 12 и 15 процентов, мы как бы рекомендуем руководство данного предприятия сменить ценник и впредь придерживаться именно установленной наценки. Спасибо. Мониторинг социальной группы товаров будет проводиться во всем Большом Сочи. В том числе и в спальных районах, и в отдаленных. Да и сами сочинцы должны знать, где торговые предприятия попросту навариваются даже на социально значимых товарах. Сообщать о неправомерных завышениях цен всегда можно в управлении потребительского рынка администрации города. Итоги первых недель мониторинга подведут в ближайшее время на совещании у главы курорта. Елена Овсецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.